Сейчас мы покажем вам так называемые упражнения долголетия, которым скоро будет 100 лет. Они разработаны в предвоенной Англии. Почему они называются упражнениями долголетия? Потому что с возрастом возникают типичные проблемы. Укорачивается шаг, потому что слабеют сгибатели и разгибатели бедра. Сутулится спина, укорачивается шея, выпадает живот. Упражнения содержат ровно те напряжения, тренировку ровно тех мышц, которые страдают с возрастом. Таким образом, они могут действительно помочь сопротивляться действию времени. Эти упражнения выполняются в цикле. Каждое из упражнений выполняется примерно 20 раз. То есть, это тренировка на силовой выносливость. Все они делаются плавно, не спеша. И, конечно, совершенно необязательно в такой форме, которую мы вам сейчас покажем. Существует масса облегченных вариантов. Переходя от более легкого к более сложному, можно добраться и до такого уровня трудности. Упражнение устроено следующим образом. Мы выбираем направление взгляда. Какой-то объект, на который мы будем стараться смотреть постоянно. И при этом ноги непрерывно шагают по кругу, как по борту колодца. Это плавное переступание. И плечевой пояс при этом вначале удерживается, то есть все тело скручивается. А затем происходит резкий поворот, вынужденный для того, чтобы перебросить взгляд снова на то же место. То есть, получается, в одну сторону идет медленный поворот, а потом в другую сторону резкий поворот. И то же самое повторяем в другую сторону. Следи за плечевым поясом. Обращаем внимание на то, чтобы не сбиваться с исходной точки. Сейчас мы видим, что Женя довольно далеко ушел от того места, где он начал. И при этом пропадает равномерность шага по кругу. Вот большой листик. Можем обратить внимание, что пока Женя шагает вокруг листика, у него вполне получаются шаги по бортам колодца условного. Если потерять центр вращения, то цикличность шагов нарушается. Все упражнения рушатся. Поэтому нужно аккуратно закрепиться на месте, вокруг которого ты будешь вращаться. Это получается, если на полу, на земле есть некоторый объект, к которому первично привязываешься взглядом. Потом периодически переносишь взгляд на окружающее пространство и обратно на объект под ногами. Через некоторое время выстраивается способность поддерживать вращение на одном месте, не срываясь с него. Это обеспечивает плавность выполнения упражнения, которое должно быть плавным. В результате удается скрутить полностью все, что можно скрутить в одну сторону, и потом реализовать это скручивание в темпе в другую сторону. После нескольких циклов напряжение скручивания в корпусе стабилизируется, становится гораздо равномернее. А скручивание, как ни странно, основная наша моторная функция, которой мы пользуемся в деятельности. Выполнение упражнения начинается с напряжения мышц живота. В первую очередь, в верхней части мышц живота. К этому напряжению присоединяется тяга рук горизонтально вдоль пола, вдоль опоры, с некоторым приподниманием плеч, то есть напряжение грудных мышц, к которому присоединяется сгибание головы и ног. И получается такая странная позиция с поднятыми ногами, с поднятой головой и протянутыми руками. Оп. И кладем обратно. И еще раз. Оп. И кладем обратно. Оп. И кладем обратно. Оп. И кладем обратно. Но так получается далеко не у всех. Большинству не может поднять так хорошо ноги. Поэтому в упрощенной версии, с которой лучше начинать, поднимаем согнутые ноги. Прямо сразу начинаем сгибать колени. Все то же самое, но с согнутыми ногами. Да, да. Потом, по мере возможности, стараемся ноги выпрямить. Угу. Угу. Следующее упражнение, прямо противоположное предыдущему. Если в предыдущем упражнении мы сокращали все сгибатели корпуса и бедер, и шеи, то теперь мы их же натягиваем. Делаем это стоя на коленях, аккуратно разгибаясь, равномерно разгибаясь. В корпусе, в шее и в тазобедренных суставах. Руки при этом опираются сзади на бедра, не на ягодицы. Угу. Голову при этом нужно не запрокидывать. Нужно разгибать верхний грудной отдел, в первую очередь, да, и тогда голова уходит назад. Если вы хотите помочь выполнению, то нужно поддержать под грудной отдел. Немножко сгибаемся и заново запускаем разгибание. При этом натягивается передняя поверхность тела и бедер. Как мы видим, для выполнения этого упражнения нужно иметь хорошее разгибание бедер. Оно есть далеко не у всех. Поэтому, если пытаться выполнить такой прогиб назад, то будет переразгибание в пояснице, что совершенно не нужно. В этом случае мы начинаем делать движение с согнутыми бедрами. Чуть-чуть согни. Вот здесь. И разгибаемся в тех пределах, в которых идет разгибание в бедрах. Неполное разгибание выполни. Получается значительно более ограниченное движение. Но оно будет разрабатываться постепенно. Следим за равномерностью разгибания спины. Другая проблема, которая здесь может проступать, это затруднение разгибания грудного отдела. Тогда мы делаем еще более короткое движение. Нужно понимать, что это не силовые упражнения, а упражнения на силовую выносливость. Стандарт классический 21 движение, но общий, грубо говоря, больше 20. То есть мы делаем с такими усилиями, с таким уровнем разгибания-сгибания, который нам позволяет сделать 20 движений. Чуть-чуть задерживаемся в крайнем положении, чтобы выйти из него плавно, без рывка. Следующее упражнение начинается из положения сидя с прямыми ногами, руки по сторонам от таза. Просто спокойная поза. Из этой позиции мы опираемся на руки и разводим плечи. А затем поднимаем таз и разгибаем спину. Стараемся как можно лучше развести плечи, чтобы они были внизу. Грудь выталкиваем вперед между плечами. В предыдущем упражнении мы растянули переднюю поверхность тела, а теперь мы максимально сокращаем заднюю поверхность тела. Работает все. Понятно, что выполнение этого упражнения может оказаться трудным. В первую очередь проблема – это разгибание рук. Поэтому в более простых версиях можно просто поднять место опоры на руки. Начинать с того, что опираешься на край стола, потом на стулья, потом на диван и, наконец, только на пол. Следующее упражнение – общеизвестная собака. Начинается его выполнение с положения сидя на пятках. Затем мы ложимся на живот с опорой на руки на уровне плеч. Из этой позиции мы вначале делаем обычную кубру. То есть поднимаем вверх, отводя плечи назад и напрягая спину и ягодицы, так что опора приходится на бедра. А затем из этой позиции мы приподнимаем все тело. И дальше таз должен идти назад-вверх. И повторяем в цикле две этих позиции. Не запрокидываем голову. И следим за тем, чтобы плечи уходили назад-вниз. Голову не затягивай назад. Не затягивай здесь, в этой фазе. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok